Не так давно мы уже освещали тему о необходимости привлечения подрастающего поколения к занятиям радиоспорта. Занимаясь этим, юные славянцы смогут осваивать сложную современную технику, научиться многим полезным в жизни вещам. В продолжении этой темы мы расскажем об интересном мероприятии, которое прошло в отделении технического творчества Славянского центра дополнительного образования. Увлечение радиолюбительством, которое еще несколько десятилетий назад было очень популярным, может и должно возродиться. Актуальность радиокружков недооценена, ведь в них ребята могут получить знания, которые применимы в настоящее время. Развитие дисциплин технического творчества – одна из важных задач Центра дополнительного образования Славянска на Кубани. И для того, чтобы привлечь заинтересованных ребят, было решено провести урок-презентацию в отделении технического творчества. Во-первых, это знакомство с миром техники, потому что ребята с ранних лет смогут научиться что-то паять, соединять, производить какой-то продукт. Это очень ценно, это очень важно в наше время, чтобы ребята могли руками что-то делать и понимали в радиотехнике, в радиоэлектронике. Разбирались хорошо, это очень здорово. И оказывается, самые известные люди, они тоже имеют свои радиостанции, свои позывные, они выходят в эфир и до сих пор используют радиосвязь. Сегодня мы пригласили наши школы, нашего Славянского района, для того, чтобы ребята окунулись в этот мир радиотехники, радиолюбительства, радиосвязи. Представили небольшие музейные экспонаты, техника разных времен у нас здесь представлена. И расскажем им о том, что же это такое радиоспорт. На урок-презентацию были приглашены радиолюбители из Славянского района и Краснодара. Они рассказали школьникам о движении радиолюбителей, познакомили с историей возникновения радио. Радиоспорт – это по-настоящему увлекательно. Эта мысль красной линии прошла через выступление. Особое направление – это радиоспорт, где определяются лучшие корреспонденты, лучшие операторы, кому удалось сделать лучшую радиоаппаратуру. Ну и такие, конечно, безусловно, есть в том числе и у нас, в России. В частности, под Новосибирском есть радиооператор, который уже долгие годы держит первое место в мире. Славянские школьники смогли прикоснуться к настоящим музейным экспонатам, представленным на выставке. Они задали вопросы опытным радиолюбителям и получили на них подробные ответы. Заинтересовавшиеся ребята смогут записаться в радиокружок в отделении технического творчества, куда открыт набор. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин! Дмитрий Волошин! Субтитры сделал Dab tęольшую работу!